Всем привет! Это третья попытка записи видео. Первые две оказались неудачными после большого перерыва. Надеюсь, это в конце концов будет удачной. Записываю видео на тему того, как устроены в целом короткие нарды. Видео из серии для новичков, для тех, которые хотят научиться и немножко затрону тему куба в коротких нардах. То есть, что такое кубодвоение и что с ним делать в принципе. В коротких нардах есть такое устройство. Сейчас я его демонстрирую, оно так легко разбирается. Называется Buffle Box. Он создан для того, чтобы в него кидать, соответственно, зайки. Он ставится на углу доски, в него кидаются зайки и выдаются определенные значения. Руками кидать нельзя. Это помогут к мошенничеству. Либо вас обманут, либо будут некорректными просто сами значения. Поэтому руками кидать в данной игре Zara нельзя. Еще такое устройство, как часы. Соответственно, окончание хода обозначается нажатием на часы. Все довольно просто и прагматично. В целом, третий элемент игры, о котором я хочу рассказать, это вот такая штука, которая стоит у меня посередине. Называется кубодвоение. О нем мы сегодня поговорим поподробнее. Почему? Потому что рано или поздно вы с моей помощью, без моей помощи, так или иначе научитесь плохо, хорошо, на каком-то уровне играть в эту игру. Если, конечно, у вас есть такое желание. Вот. И ходы, которые вы делаете в этой игре, они будут более-менее понятными для вас. То есть вы можете выучить, как первый ход делать, как ответ на первый ход делать, как сделать ответ на ответ на первый ход и так далее. То есть, в принципе, в этом большой сложности нет. Но, но в чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что решений по кубу в игре будет не так много, как решений по непосредственно ходам. То есть, та или иная типовая позиция по фишкам у вас будет повторяться из раза в раз. Из гейма в гейм вы будете видеть те же, допустим, 4-2 по первым ходу, или те же 5-3 в ответ на 4-2. То есть, они будут у вас повторяться. А решения по кубу, они будут случаться не так часто. В этом заключается вся сложность. Поэтому вы не успеете выучить позиции, и вы не будете понимать, какое правильное решение в данной позиции. Дать куб или подождать, или, возможно, принять куб, или спасать. То есть, это довольно-таки сложно даже для опытных игроков. Поэтому этот элемент игры, который дико важен, более важен, чем даже игра с шашками, он имеет колоссальное значение. Вот. Поэтому, что делают люди? Что делают люди? Они делают вот такие вот бумажки. На этих бумажках изображены какие-то позиции, и таким образом они учат позиции по кубу. Соответственно, позиции по кубу. Могут быть позиции по фишкам, непосредственно по игре фишкам. Вот. Соответственно, на доске расставлена вот интересная позиция. Здесь ход черных. Честно говоря, не знаю где эта шашка. Сейчас я подробнее посмотрю. Окей. Иностранным образом отсутствует. Ну, не суть важно. Ну, ладно. Пусть мы поставим ее куда-то сюда. Наверное. Вот. Смысл в том, что в этой позиции черные ведут со счетом 4-0, допустим. Матч до 7 очков. Да, кстати, еще такая вещь, что в коротких наратах матчи играются до определенного количества очков. Соответственно, матчи бывают до 3-х. Это короткий матч. До 5-ти. Это чуть подлиннее. До 7-и считается уже более длинный, более такой нормальный. До 9-ти уже такой профессиональная длина. Ну, и бывают, конечно, супер профессиональные длинные матчи. До 17-ти, до 19-ти, до 21-го и даже больше. В них элемент мастерства превалирует, конечно же, над элементом удачи, потому что дистанция большая, дистанция долгая. И вы можете на этой долгой дистанции переиграть вашего оппонента благодаря большому количеству правильных решений математических. Благодаря тому, что вы, грубо говоря, играете сильнее и правильнее. И благодаря этому вы переигрываете на длинной дистанции вашего оппонента. То есть, сильный игрок, чем длиннее дистанция матча, тем больше шансов у него на победу. Это очевидная истина. Она подтверждается не мной, а многими десятками людей. И тем, что эта игра, конечно же, игра не просто удачи, а игра именно скиллов. То есть, игра навыка, игра интеллекта и игра, наверное, большого количества опыта в этой игре. Вот. Что я хочу сказать, что в этих матчах, в каждом матче, есть определенный счет. То есть, когда вы ведете в матче до 7, допустим, со счетом 1-0-2-0-3-0-4-0, то решения по кубу, вот по этому важному элементу, они будут изменяться. Каким образом? То есть, если вы ведете в матче, вам, соответственно, надо играть более пассивно. А если вы отстаете в матчевой гонке, соответственно, вам надо играть более агрессивно. То есть, вот эта разница, она называется матч-эквити-тейбл. Что это означает? Что при каждом счете, допустим, 1-0-2-0-3-0-4-0, есть определенная эквити. Эквити, что такое эквити, да? То есть, эквити – это ценность вашей позиции, грубо говоря. То есть, эквити – это ценность вашей позиции и стоит ли в этой позиции конкретно вам показывать куб. Соответственно, если вы ведете 4-0, то куб показывается на довольно-довольно поздних позициях. Вот конкретно в этой позиции, которая сейчас расставлена на доске, черные ведут со счетом 4-0 в матче до 7. И здесь возникает вопрос, стоит ли им удваивать. Но, понятное дело, что преимущество черных колоссальное здесь. Вот. И это довольно-таки, конечно же, легкий дабл. И что делать с белыми? Вот тут гораздо интереснее. У белых все намного прозаичнее. Они оставят 4-0. Если они спасают, то счет станет 5-0 в пользу черных. И тогда черным нужно всего 2 очка для выигрыша матча. А если они примут и проиграют обычный гейм, а тут Марсов не так уж и много просматривается, хотя они, безусловно, есть, вот, то счет станет 6-0. А 6-0 это Кроуфорд. То есть, что означает счет 6-0? Что означает Кроуфорд? Кроуфорд означает, что вы конкретно в этом гейме, когда вы дошли до 6 очков, не можете удваивать. Я, ваш оппонент, ну, вам не имеет смысла удваивать, естественно. Но и ваш оппонент не может тоже вас удвоить, что очень важно. То есть, вам не могут показать куб удвоения, потому что у вас уже одно очко до конца. Но, если ваш оппонент переживет Кроуфорд, тогда вот куб удвоения станет активным, и тогда можно будет показывать куб. Вот. Конкретно в этой позиции белых дилемма. В чем она заключается? В том, что они проигрывают 4-0. Если они примут куб, то понятна вероятность проиграть 6-0, и тогда уже выкарапаться будет довольно сложно. Но, если они сдадутся, счет станет 5-0, и все равно счет станет не очень хорошим. Поэтому, когда белым показывается куб, белые довольно тяжело задумываются в этой позиции. И я точно не знаю ответа на этот вопрос, потому что позиция у меня, очевидно, неправильно расставлена. Но, с большой вероятностью, тут, может быть, белым стоит принять на риск. Потому что, рискуя одним очком, они имеют очень важную вещь. В чем она заключается? В том, что куб будет у белых на белой стороне. Что означает, что когда куб на белых на стороне, то есть белым уже никто не может показать куб. А белые могут его показать по 4. То есть, эта сила называется сила удержания куба. Когда куб у вас, вас удвоить уже не могут. Можете только вы показать. И иногда стоит рисковать в тех случаях, когда вы очень сильно проигрываете, как в этом. Почему? Потому что сила того, что куб у вас есть, она перевешивает те риски, которые вы приобретаете. Ну, если потеряете вот это одно, конкретно, ну, в этом случае, с большой вероятностью, либо 2 очка. Вот. На этом пока все. Я надеюсь, что я к вам вернусь. Спасибо, если кому-то было это полезно. Я буду очень рад. Спасибо.